Я только что вернулся из Нью-Йорка после участия в телевизионном состязании Value Electronics, где короновали короля телевизоров 2021 года. Речь пойдет о лучших телевизорах, флагманских телевизорах от Sony, Samsung, LG и Hisense. Че, Hisense? Как он туда попал? И что еще более важно, согласен ли я с результатами? Очевидно, вы, друзья, знаете, что Sony A90J был признан победителем, но были некоторые детали, с которыми я как бы не согласен. Мы собираемся приступить к ним в нашем видео, мы поговорим о судьях, калибровке, эталонном мониторе, Sony BVM Dual Cell и о многом другом. Актуальные цены на представленные телевизоры в описании к видео. Какие там были телевизоры? Прежде чем мы перейдем к фактическим моделям телевизоров, просто чтобы вы знали, многие из вас спрашивали, а что насчет A80J или X95J, или LG QNET 99. И ответ всегда таков, там флагманские телевизоры, буквально лучшая модель телевизора для 4К или 8К, которую предлагает бренд. Поэтому в случае с Sony их лучшая 4К модель A90J, лучшая 8К модель это Z9J, для Samsung QN90A является их флагманом 4К, QN900A 8К флагманом, и лучший 4К телевизор у LG, это LG G1. Их лучший 8К телевизор не QNET 99, это 8К OLED ZX. Итак, это флагманские телевизоры, сейчас 4К флагманы наиболее актуальны для вас, друзья. Мы сохраним анализ 8К для другого видео, а это анализ 4К флагмана. Начиная слева направо. Если вы посмотрите стрим, то увидите. Сперва слева от вас Samsung QN90A, затем LG G1 и этот маленький телевизор посередине Sony BVM Dual Cell TV. Что за удивительный монитор это был. А рядом с ним, сразу же справа находится Sony A90J. И наконец, прям нежданчик, стоял Hisense Dual Cell. Это был телевизор, который Hisense хотели представить в качестве своего флагмана. И причина, по которой он был включен, была в том, что это первый доступный телевизор потребительского уровня Dual Cell. Конечно, вы можете прикупить поменьше 30-дюймовый BVM всего за 30 000, это 1000 долларов за дюйм. Может быть, дороговато для многих из вас, а Dual Cell 3000 долларов, десятая доля цены. Как он будет работать? Мы рассмотрим его сильные стороны и некоторые из его слабых сторон, которые, как мне кажется, все еще могут быть приемлемы для многих из вас, в зависимости от вашего варианта использования, так что мы поговорим об этом. Теперь, судьи. Было потрясающе встретиться со многими из этих судей. Жаль, что у меня не было времени встретиться со всеми ними. Но примечательный из тех, с которыми ему довелось поговорить, режиссер Фил и Джайлз из Criterion. Это творцы. Фил на самом деле является оператора-постановщиком или главным оператором, и являясь режиссером, он очень внимательно относится к тому, как его видеоматериалы выглядят после публикации. Самое интересное, что вы можете узнать некоторые из его работ в диске Spears & Mansell. Кстати говоря, я встретил Стейси Спирс. Ты потрясающая, Стейси, я не могу дождаться, когда получу твой обновленный диск, возможно, позже в этом году. И, конечно же, Джайлз из Criterion, который отвечает за цветокоррекцию, превращающую некоторые старые классические фильмы в 4K HDR. Не слишком усердствует с HDR, но он однозначно является творцом, потому что у него есть видение того, на что должна быть похожа классика при переиздании в 4K и HDR. Это нужно делать очень мягко. И, конечно же, калибровщики. Давайте назовем их в любом порядке. Джейсон Дастелл, Джон Реформата, Тайлер Пруит. Кропотливо просто запуская калибровочные аппараты, подключая датчики, проверяяя все снова и снова до последней минуты. Очевидно, что не идеально, но они были так близки к идеалу, насколько возможно. И была одна интересная штука, Sony A90J. Там были некоторые части, которые были слегка раздавлены, они не смогли полностью устранить это, и это то, о чем мы поговорим. Несмотря на то, что все там отличные телевизоры, они никогда не смогут быть идеальными, так что, если вы даже во флагмане ищите совершенства, то просто забудьте об этом. Давайте начнем с сюрпризов. Hisense Dual Cell. Точность светопередачи в режиме HDR, я был удивлен. Я был поражен тем, насколько похоже он выглядел с BVM, и многим сценам неотличимым по тону кожи от A90J и лучше, чем на G1 или QN90A. Вторым сюрпризом стал QN90A. Исполнение HDR феноменальное, яркое, насыщенное, точно такое, как я ожидал от Samsung. И HDR в яркой комнате, это телевизор, который я бы выбрал среди всех этих телевизоров, потому что он действительно достиг пробивного HDR, который, как мне казалось, на LED будет лучше, и OLED сделал его в многих отношениях, но QN90A показал себя намного лучше, чем оценили на шоу, так что, как потребитель, я подумал, что Samsung QN90A сделал все отлично, и его черные полосы были черными, да, намного чернее, чем на Dual Cell, и это был второй сюрприз. Так что давайте перейдем к разочарованию. У QN90A черные полосы были чернее, чем у Hisense Dual Cell. Что случилось? Это же Dual Cell. Хотя многие жалуются, что Samsung немного подавляет черный, я вижу, как он это делает, он предпочитает слегка затемненные звезды любому возможному блумингу. Dual Cell же смягчает черный в HDR, что было неприемлемо. А в SDR, мне неприятно это говорить, QN90A все смягчает. Я думаю, что они не меняли свой SDR алгоритм или обработку с, я не знаю, с 2016-го. Но HDR отличный, не приобретайте Samsung QN90A, если вы планируете смотреть много не HDR контента, берите OLED. Hisense Dual Cell с другой стороны, HDR отличный. Но HDR? Как его можно смягчать? Я считаю, что это можно исправить в обновлении прошивки, поэтому Hisense, если вы слушаете, пожалуйста, устраните смягченный черный в HDR. Это Dual Cell, в конце концов. Он не должен быть побежден мини-LED телевизором с гораздо меньшим количеством зон затемнения. Прежде чем мы поговорим об этих флагманских телевизорах, речь идет о телевизорах, которые стоят от 2000 до 4000 долларов. Давайте поговорим об этом маленьком телевизоре спереди. На самом деле, не телевизоре, а мониторе. Sony BVM Dual Cell, эталонный монитор. Вау. Несмотря на то, что эти телевизоры стоили от двух до четырех тысяч долларов, этот маленький телевизор за 30 тысяч долларов определенно был явно лучше в трех отношениях. Движение лучше, объем цвета и цветовая палитра. Я даже не знаю, как это описать. Это видно во время тестов тона кожи, где имеются лица или в сценах, где есть крупный план лица. На коже на лице больше цвета, чем в любом из телевизоров. Даже LG G1, чуточку более насыщенный, чем Sony, или в некоторых сценах, где Sony казался теплым, не имеет значения, им все еще не хватает цвета. Когда мы говорим о точности, одно дело быть точным, и совсем другое упускать цвет. И поэтому определенно есть на чем поработать. Не потому ли, что когда вы увеличиваете яркость, у вас не может быть столько цвета? Я не знаю. Но BVM имеет цвета, которые эти телевизоры просто не воспроизводили. Во-вторых, это яркость и HDR. Это было для меня самым удивительным, потому что у вас есть радиатор A90J, у вас есть Samsung QN90A, который становится очень ярким, не помогло. BVM, хотя его пиковая яркость ограничена тысячу нит, и его полноэкранная яркость также ограничена 1000 нит на 100%, но это все равно 1000 нит. В контенте, который был на диске Spirits & Mansell, а именно в сцене с облаками, были части облаков, которые на мониторе на расстоянии 9 метров были явно ярче, чем мог бы показать любой из телевизоров. На мониторе было так ярко, что это бросалось в глаза, и поэтому мы все еще можем перейти к ЖК-телевизорам. Вот как я понимаю, если становится слишком ярко, случаются плохие вещи, и вы как бы ограничены тем, насколько большой может быть яркость на полном экране. И в этом случае это облако было, возможно, двухпроцентным окном. Эта область была настолько яркой, что OLED не смогли сделать эту небольшую часть, такой же яркой, в то время как на ЖК-телевизоре он должен быть в состоянии сделать это, его сила в этом, но двухпроцентном окне этого сделать не получилось. Так что всем производителям телевизоров предстоит проделать определенную работу даже на уровне HDR 1000 нит. Речь идет о мелочах, которые делают HDR выраженным. На данный момент, увидев эталонный монитор, я скажу так, вам не нужно 4000 нит. Вам нужно работать с 1000 нит. Давайте получим весь контент с 1000 нит и выраженным HDR. Окей, давайте перейдем к победителям в категории. Внизу я ставил ссылку сайта Valoelectronics со всеми результатами, которые вы можете посмотреть, это официальные результаты, но я опубликовал их здесь, чтобы мы могли поговорить о них. Хотя в общем выиграл A90J, LG G1 превзошел A90J в двух важных категориях, которые многие считали сильной стороной A90J. Это было неожиданно, я имею ввиду оттенки кожи, это прерогатива Sony, но если бы вы подслушали нас во время состязания, мы шептались, выглядит ли LG G1 немного более насыщенным в оттенках кожи, и по-видимому выглядел, потому как судьи признали это, и это было явно. Даже с расстояния 6 метров под разными углами, издалека мы заметили, что G1 обладает этим оттенком насыщенности. Может быть другие не согласятся, в любом случае G1 просто немного насыщеннее. Вторая, о, конечно, первая была мелкой победой, разница 0.07, и насколько я понимаю, это допустимая погрешность, которая делает это ничьей, но все же G1 обогнал совсем чуть-чуть, чтобы выиграть. Следующая победа в категории для LG G1, и это стало для меня неожиданностью, так как я считаю, это больше потери для A90J, это HDR tone mapping 4000 нит. Итак, мы начнем с Samsung QN90A и пройдемся по нему, я расскажу вам, почему я был удивлен. Во-первых, была сцена с корабля, плывущего к горизонту, имеется очень яркое солнце и имеется синий-зеленый шар, и это для того, чтобы увидеть tone mapping сцены. Я не знаю, на что смотрели судьи, но я смотрел на то, что солнце должно быть супер ярким, и, хорошо, мы начнем с QN90A. Да, солнце было супер яркое, выходя из QN90A, этот солнечный свет был самым ярким среди всех четырех телевизоров, и я почувствовал, что это оказало на меня наибольшее влияние HDR, он дал мне эффект от этого солнца, вот почему они проиграли. Это солнце было ярким и резким, но внутри было очень мало цвета, и мы говорили о том, что при повышении яркости вы теряете цветовую детализацию, это был тот самый случай, бум, яркий, желтый, но в ярком желтом солнце была оранжевая дымка, были детали, которых просто не видно. Вот о чем я думаю, и я упоминал об этом, если вы меня слушали. Когда вы смотрите сцену, зачем вам нужно видеть детали солнца, такие как корона, то есть дымка. В реальной жизни, если бы я посмотрел на солнце, и предположим, что это реальная сцена, и я на корабле, и смотрю на горизонт, и не собираюсь смотреть на солнце, что я почувствую, бум, вау, оно яркое, и я быстренько смотрю, а затем отвожу взгляд. Вот что я получил от QN90A, этот удар в лицо, бум, он был ярким, я не стану глазеть на солнце. Я подумал, что в этой сцене только QN90A ударил меня в глаз этим солнечным светом, и остался впечатлен. Я хочу сказать, что я бы понял потерянного очка, но трех, я не знаю, поэтому я хотел бы вернуться к подсчету очков в следующем году, когда я снова встречусь с судьями и спрошу о том, на что вы все смотрите. Далее у нас LG G1. LG G1 стал победителем и опередил Sony с разницей в 37 сотых, что для меня существенно. Не существенно и в том плане, что у них огромная разница Samsung, но когда два телевизора так близки, 37 сотых достаточно существенно. И мне кажется, что это потому, что LG G1, вы видели больше деталей на солнце. И речь о том, что оно не такое яркое, как на QN90A, но вы видели оранжевую дымку, вы видели все мелочи, корону, дымку облаков, но потом я почувствовал, будто солнца там не было. То есть да, я вижу желтый круг, но я видел все, но не в этом смысл HDR. Чувствовать, что ты там, когда солнце встает, или садится, без разницы. Я не чувствовал этого с G1, я видел детали, и именно здесь я считаю, что Sony проиграла G1. Здесь у Sony не было такой детализации, это было просто солнце, оно было немного ярче, заметно ярче, чем у G1, но детализация была потеряна. Я предполагаю, что G1 единственный основывался на деталях внутри солнца. И я думаю, что это разрушает весь замысел сцены, опять же, это мое мнение, я не творец. Но, как зритель, я могу сказать вам, что предпочел бы, чтобы меня ударили лицо солнечным светом, яркостью. И, конечно же, Dual Cell. О, прежде чем мы перейдем к Dual Cell, было упомянуто, что Sony был установлен на предпочтительную градацию. Когда он должен был быть установлен на предпочтительную яркость для этой сцены, это дало бы как детали, так и яркость. Так что, возможно, это была неправильная настройка, но, чтобы быть справедливым калибровщиком, они не собирались менять настройки для каждой сцены. Они установили настройки так, как, по их мнению, было лучше всего для Sony, и это сработало, Sony выиграла. Теперь к Dual Cell. И это для меня было самым большим разочарованием. Он должен был быть ярче, чем OLED, потому что это не OLED, но не был. На самом деле, оба OLED, G1 и A90J, в этой сцене в целом были ярче, чем Dual Cell, если память не подводит. Было так, словно я смотрел на SDR картинку. Поэтому я считаю, что Dual Cell нужно присмотреться к Samsung G190A с его tone mapping алгоритмом. Ему нужно увеличить яркость, как в его средней картинке, так и на конкретных сценах. Я думаю, что ему нужно работать с яркими бликами. Однако, подумайте о двух вещах, о том, почему людям нравится Dual Cell. Во-первых, его блуминг контролируемый, несмотря на то, что черный слегка смягчен, а во-вторых, 75 дюймов. Давайте направимся туда, где победил Sony A90J. Есть два объяснения в этом состязании. В состязании Value Electronics король телевизоров. Они продемонстрировали, почему A90J стоит дороже. И есть две причины, одна, это ну, это мастер-серия, вторая, это радиатор. Начнем с первой. Это мастер-серия, такое прозвище, вступило в игру в этом состязании, и поэтому G1 проиграл. Он мог бы выиграть, на самом деле. Я думаю, что были некоторые сцены, где он был очень близок к этому, но он явно не смог, учитывая телевизионную панель, которую мы получили. Я знаю, о чем вы, друзья, сейчас думаете, панельная лотерея. G1 полностью просто, это была проигранная панельная лотерея. Были проблемы с однородностью, края экрана имели этот розово-пурпурный оттенок, о котором мы говорили. Этот G1 просто получил плохую панель. Любой, кто получил этот G1, смотрел ли он сцену Гарри Поттера, где вы находитесь над горизонтом, это темная сцена, вы проходите над головами студентов, по двум краям экрана G1 кажется, что они коричневые. Это определенно грязный экран, который недопустим в этой сцене. Ни у одного из телевизоров, Hisense, Sony, QN90A и Samsung не было проблем с этим обесцвечиванием. Вот тут-то и вступает в игру мастер-серия, линейка мастер-серий. Я поговорил с представителями Sony, и они мне очень четко объяснили, что для того, чтобы войти или оказаться в телевизоре A90J или в любом телевизоре мастер-серии, сама панель от LG Display, когда LG Display отправляют эти LED панели, Sony осматривают каждую панель и начинают их сортировать. Ниже определенного порога показателей на A80J, выше этого порога показателей на A90J. Так что все A90J, скажем так, уже были отобраны. Они были отделены на основе превосходной однородности и качества изображения этой необработанной OLED панели. Такого же нет ни в G1, ни в A80J, что означает, что у G1 имеется все, есть и по хуже панели, есть и получше панели, он неоднозначный. Вы не знаете, что получите. Так что получить G1, это все равно, что открыть коробку конфет. В A80J вы знаете, что получите. Все, что ниже порога верхнего уровня, вот. Поэтому люди апгрейдятся с A80J на A90J. A90J гарантирует, что вы получаете лучшую однородность. Теперь, у вас есть однозначно вариант, но многие люди говорят, подождите, у меня есть A80J и A90J, они так похожи. Ну, лучшие панели A80J и худшие панели A90J близки, потому что у вас есть этот срез. Там, где срез этих двух панелей пересекаются, когда вы бросаете одну, когда вы толкаете одну вверх и толкаете одну вниз, есть панели, где вы такие, достаточно ли хороша для A90J? Возможно. Или она так ужасна, что должна быть в A80J? Возможно. Эти, возможно, пересекаются, вот где они больше всего похожи. Но по мере того, как вы расширяете шкалу, A90J и худшие из A80J были еще хуже, их просто выкинули нафиг. У вас появляется это неравенство, где A90J явно лучший телевизор. Так что в плане состязания все A90J имеют минимальный порог однородности. В G1, что ж, это G1 в ассортименте, мы получили дно этого ассортимента. Но говоря об A80J, вот почему мы рекомендуем 77-дюймовый A80J. Потому что нет 77-дюймового A90J, чтобы высосать все лучшие панели. Как и G1, A80J имеет полный ассортимент превосходных панелей и так себе панелей. И в этом ассортименте вы не знаете, что получите. G1 просто проиграл в панельной лотерее. Если бы он выиграл панельную лотерею, я думаю, что он был бы намного ближе к победе, возможно, у него было бы еще несколько побед за плечами. И последнее. Давайте поговорим о радиаторе. Температура. Контролируемая температура на A90J. Многие из вас скажут, послушай, я смотрел обзоры G1. Я видел обзоры A80J, даже C1. Похоже, что это меньшие оледы, не мастер-серия оледы. Их яркость почти идентична A90J. В чем смысл радиатора? Ну, в цене с высоким APL, где вы находитесь в супермаркете, и у вас есть ряды флуоресцентных ламп, A90J был единственным телевизором, и включая QN90A, QN90A, G1, A90J и High Hysense, а Hysense даже рядом не стоял с этими тремя телевизорами в этой сцене, в помещении уже было светло. В ярком супермаркете отдельные флуоресцентные линии флуоресцентных ламп на A90J были ярче, явно ярче, чем на любом другом телевизоре. Единственным телевизором или единственным монитором, который был ярче, чем A90J, фактически был BVM. Вот тут и вступает в игру радиатор. Когда у вас есть сцена, где вся сцена несколько яркая, а затем в этой яркой сцене, солнечной сцене, у вас есть еще более яркое изображение, как эти флуоресцентные лампы, а LED'у нужен радиатор для придания дополнительного яркого импульса. Вы не сможете обойтись без радиатора, потому что, хотя LED уже и достиг своего предела в этой яркой сцене, радиатор позволяет ему выжить немного больше. Хорошо, а теперь дайте мне знать, как вы думаете, было ли ТВ состязание развлекательным, какова была ваша любимая часть состязания и что вы хотите увидеть в следующем году. До следующего видео. Ставьте ФОМО!